всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня на обзоре беспроводная зарядка 3 в 1 от бренда базиус под названием air power из ролика вы узнаете о ее характеристиках и также мы поговорим о ее особенностях и совместимости с яблочными устройствами и не только перед началом хочу пригласить вас подписаться на нашу группу вконтакте где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук а также даем обратную связь по вашим вопросам название странички вы сейчас можете видеть на своем экране и также ссылку на группу вы найдете в описании зарядка поставляется в небольшой плоской симпатичной коробке на лицевой стороне которой есть изображение устройства и несколько значков с особенностями на задней стороне перечень характеристик и различные спецификации внутри коробки пластиковая ниша в ней лежит само устройство и рядом метровый type-c usb провод питания сетевой адаптер в комплекте не присутствует под зарядкой находится пара буклетов один из которых инструкция на китайском и английском языке у устройства компактные габариты приятный вид и довольно тонкий корпус выполнены из современного abs пластика с матовым покрытием вес зарядки всего 170 грамм производитель предлагает черный и белый цвет корпуса на выбор в моем случае это черная расцветка которая в сочетании с матовой поверхностью является довольно маркой и сильно заляпывается отпечатками поэтому белый цвет я считаю более удачным выбором для покупки но и черный вариант тоже выглядит довольно симпатично и строго из плюсов на нем не будет заметно каких-то сторонних загрязнений в отличие от белоснежной версии сверху на устройстве присутствует три зарядных места плоская с небольшой резиновой противоскользящей вставкой для смартфона с небольшим смещением посередине круглая с углублением для часов apple watch еще одно также с углублением для зарядки кейса от наушников airpods которая также может быть использована и для зарядки второго смартфона на одной из граней у аксессуара присутствует type-c разъем для провода питания с противоположной стороны спереди маленький статусный световой индикатор с нижней стороны корпуса четыре противоскользящие ножки по углам и по центру немного технической информации как я уже сказал сверху находится три зарядных места для зарядки всех устройств одновременно или по отдельности внутри док станции располагается три индукционные катушки одна большая на 5 и 7 с половиной ватт максимум зарядки смартфона на 2 и 5 ватт для зарядки часов посередине эта площадка зарядки кстати также оснащена магнитом для фиксации и большей безопасности вашего гаджета и также тут еще одна катушка на 5 ватт с возможностью увеличения до 7 с половиной для зарядки второго смартфона вместе для наушников в местах для смартфона также имеется поддержка стандартной зарядки chi это означает что на док станции можно заряжать не только айфоны но и смартфоны других производителей с поддержкой такого же беспроводного протокола зарядки chi док станция поддерживает стандарты quick charge 2.0 и 3.0 и для ее подключения рекомендуется использовать мощный блок питания с соответственно поддержкой таких же стандартов такой придется докупить отдельно или использовать хотя бы блок для смартфона с выходом минимум 5 вольт и 2 ампера при использовании адаптера с меньшей мощностью заряжать на док станции три гаджета одновременно не получится во время работы док станции и зарядки на ней гаджетов световой индикатор спереди будет плавно мигать а когда зарядка будет завершена индикатор должен непрерывно светиться частное мигание индикатора будет означать что док станции что-то мешает и зарядка не производится в устройстве есть все современные защиты от коротких замыканий и скачков напряжения а также перегрева хотя во время даже длительной работы температура на платформе не превышает 35-40 градусов что абсолютно нормально полную зарядку смартфона при использовании третьего поколения быстрой зарядки док станция произведет примерно за два два с половиной часа при использовании обычного адаптера заряд смартфона будет пополняться чуть более трех часов смартфон на двух крайних площадках может заряжаться как с толстым чехлом так и соответственно без него на качество зарядки это никак не повлияет зарядом кейса от наушников дела обстоят также и аксессуар без проблем можно заряжать в чехле а вот зарядкой apple watch есть некоторые нюансы другие часы любого другого производителя тут соответственно заряжаться не будут а для зарядки яблочных часов на них должна быть установлена прошивка версии 6.0 или ниже с более современной прошивкой 6.1 и выше док-станция не дружит это связано с программным ограничением гиганта производителя который естественно хочет чтобы вы использовали только оригинальные аксессуары от apple поначалу покажется что зарядка работает и с новыми прошивками часов так как появляется соответствующий значок но на деле каждые полминуты часы будут переподключаться и зарядка осуществляться не будет как итог мы имеем симпатичную и недорогую станцию беспроводной зарядки которая будет удобна для использования и отлично смотреться как в домашней обстановке так и на столе в офисе наполовину универсальной и делает совместимость не только с айфонами а также плюсом является пара площадок для возможности зарядки одновременно двух смартфонов к возможности заряжать чехол от airpods претензий нет это безусловно будет удобно если вы конечно пользуетесь этим аксессуаром а вот с яблочными часами выходит все не очень гладко apple с выходом новых моделей и прошивок для часов значительно ограничили подпортили функциональность этой док-станции и если вы используете последние модели apple watch со свежими прошивками средняя зарядная ячейка будет для вас бесполезно в других случаях использование моделей прошлых лет с более старыми прошивками док-станция конечно же будет удобным и очень полезным аксессуаром и никаких проблем совместимостью не возникнет свои вопросы или мнение по поводу этой зарядной станции можете оставлять в комментариях все нужные ссылки где можно ознакомиться с ценами или заказать устройство вы найдете под обзором а на нашем сайте gadget page.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий а также подробные обзоры разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса не забывайте подписываться на наш канал нажимать колокольчик и ставить лайк если обзор вам нравится всем спасибо за просмотр всем пока